Команда перемещения нам будет недостаточной, ведь это не просмотрщик файлов, а редактор. Поэтому давайте начнем редактировать. И приступим мы к этому с удаления. Чтобы удалить символ под курсором, используется x маленькое, символ до курсора, x большое. На самом деле, один символ можно удалить и кнопкой delete, но пользоваться им в vime не принято. А предпочитают использовать именно x и x большое. Естественно, можно удалять сразу много текста, поэтому и преимущество vime, например, над nano. Чтобы удалить, мы вводим команду d, потом количество того, что мы хотим удалить, и так называемый ход, то есть насколько мы хотим продвинуться. Например, можно удалить до конца текущего слова при помощи нажатия de. Тут некие двоеточие вводить не надо, просто нажимаем клавиши, и vime понимает, что мы хотим сделать. d$ удалить до конца строки. Например, d5w удалить 5 слов. Естественно, числа могут быть и другие. На конец есть специальная команда dd, чтобы удалить целую строку. Ну, или можно ввести количество и удалить много строк за раз. Чтобы создать что-то, то есть вписать новый текст, нужно перейти в режим вставки. Для перехода используется клавиша i. Внизу экрана высветится кратковременно, что мы находимся в режиме вставки. Если мы хотим что-то добавить, то есть сделать append, используется клавиша a. Мы сдвинемся и войдем в insertion mode. Клавиша a большое, эквивалент нажатием на галочку и i. То есть перейдем на первый неправильный символ и войдем в режим вставки. И большое, перейдем в конец строки и войдем в режим вставки. Наконец, при помощи клавиши o можно вставить пустую строку и начать ее редактировать. А у большое, то же самое, но строка будет сверху. И, наконец, чтобы копировать, используются клавиши y, также количество и ход, чтобы мы копировали слова, строки и так далее. Специальная команда y, y скопирует строку. Чтобы вставить скопированное, надо использовать клавишу p, либо маленькую, либо большую, зависит от того, хотите ее вставить перед или после. Давайте посмотрим, как это выглядит в терминале. Итак, у нас снова открыто произведение John Leon, давайте попробуем его немного поредактировать. Перемещаюсь в серединку строчки, когда нажимаю x маленькая, то удаляться будут символы справа от курсора, x большое, слева от курсора. Если хочу удалить целый куплет, строчку после него, нажму d6d, удалил 6 строк. Давайте попробуем что-нибудь вставить, нажму a большое, переместился в конец. Внизу у меня появилась надпись insert, означает, что мы сейчас в режиме вставки. Могу писать слова. Если я попробую ввести какую-нибудь команду, которую мы только что изучили, например d10d, то она ведется как слова. Чтобы вернуться в нормальный режим, нажимаем escape, и теперь команда d10d удалит нам 10 строк. В конце концов, попробуем что-нибудь скопировать, например, скопирую две строчки. Нажимаем y, 2y. Перемещусь в конец, и нажму p, чтобы вставить себе две строчки. Нажму p еще раз, и останется еще раз, но мы заметим, что вставилось оно, возможно, не так, как вы хотели. Если нажать p большое, то вставится перед курсором. Наконец, мы скоро узнаем, как выйти после редактирования, чтобы сохранить изменения, или чтобы их не сохранять. Но сейчас я вам сразу скажу, что после редактирования текста вы не сможете выйти при помощи обычного Q. У вас вставится ошибка, что вы не сохранили ваши изменения, и нужно добавить вставительный знак, чтобы изменения отменить. Поэтому, чтобы выйти в не сохранение изменений, надо нажать v.q и добавить вставительный знак.